На прошлой неделе вы наслаждались день бега. Я был в Алабиме. Мы смотрели на ракеты НАСА и Аполло Первый был там, и тот, что на Луне ездит тоже. Я там очень много прекрасного увидела. Те, которые меня пригласили, это те, которые привезли в аэропорт и забрали из аэропорта. Они инженеры Аполло Первого, где-то в 1986-1969 году. Этот человек был в 1961, и он создавал то, что будет лететь в 1969 году. Он был в самом начале. И на следующий день, может, я покажу фотографии, это он, который за это отвечал. Это тот, кто мне все объяснял. Это ученые по НАСА. Перед тем, как приземлили на Луну, там было много мыслей, спекуляций, как они ожидали. Но тогда раньше не было компьютеров. Да, у них было самое простое. Можете, я поделюсь этим на следующей неделе. Как вы знаете, эти святейники, это люди, как вы, которые принесли светорик всем народам мира. Это всегда была наша цель. И опять, я не могу поверить, что это Татаро Шошаны. Это будет 25-й юбилей. Давайте станем помолимся. Вместе. Слушай, о Израиль, Господь Бог наш, Господь един. Проставьте Его имя и Его величественную суверенность во веки вечные. И ты возлюбил Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всей силой твоей. Эти слова, которые я заповедую тебе в сей день, будут написаны на сердце твоем. Ты научишь их своим детям во всей точности. Ты будешь говорить о них, когда сидишь в доме своем, когда ходишь по дороге, когда ложишься и когда встаешь. Ты завяжешь их как знамени на твою руку. Они будут напоминанием между твоими глазами. Ты напишешь их на пороге дома твоего и на воротах твоих. Когда Слово вошло в мир, свобода пришла. Вся Тора существует только, чтобы установить мир. Ее высшее учение есть любовь и доброта. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, что ненавидишь, что не делай другому. Это и есть вся Тора. Иди, учи ее, почитая друг друга. Делай добрые деяния и созидая мир. Это наше наивысшее повеление. Изучение Торы равно всем им, потому что оно ведет ко всем им. Будем учиться, чтобы учить. Будем учиться, чтобы исполнять. Это есть дерево жизни для всех тех, кто столько держится ее. И все те, кто держится за нее, находят радость. Ее пути приятные. И в связи ее есть мир. Помоги нам возвратиться к Тебе, о Господи. За нам мы воистину возвратимся. Вознови наши дни, как времена древние, как в дни нашей первой любви. Аминь. Вместе. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от укова. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава, во веки и веки. Аминь. Благодарен это, что я есть. Пред Твоим лицом, о Царь, живой и вечный, за то, что Ты восстановил мою душу со страданием. Велика Твоя верность. Аминь. Скажите, шаббат шалом. Дети, вы можете выйти. Итак. Ура. Давайте протягиваем наши руки к этим красивым детям. Наши дети, царь. Мы так благодарим за эти прекрасные лица, которые здесь. И мы молим, чтобы их ангелы, которые постоянно видят Твое лицо, чтобы они вели их, а охраняли их. Мы молим о учителях, которые будут принести это Слово Жизни, это Тору Жизни. Мы просим, чтобы у них было понимание, чтобы у нас были уши, которые слышат, глаза, которые видят, и сердце, которые понимают. Чтобы они изменялись по имя Ищего. Аминь. Вы можете присесть. У нас есть клуб Торы в 2.30 здесь. Есть время молитвы. Вторник час. Также время маны. Отменяется, потому что это будет день благодарения. Я хотел также напомнить, 2025 календарь будет начинать, но наш календарь до 2026 года. Это тот, который вы хотите покупать. Потому что в этом календаре вы узнаете времена и сезоны. И мы сравняем грегорианский календарь с библейским календарем. Теперь у нас новый завет, который на интернете. Есть все, которые думают, что самое высокое, литеральное переведено на интернете для 21-го столетия. Где мы восстанавливаем язык и удерживаем дух. И это только по интернету. Вчера я и День работала на этом, и оно потом выключилось. Как все веб-сайты, другие деньги, тоже закрылись. И Bluehost, это компания. Они его... Заставляли, чтобы он платил за то, что ему надо было платить. И они хотели дать ему деньги. И поэтому мы связались с компанией, с карточкой. И потом мы связались с банком. И они сказали, что это неправильно, потому что ты заставляешь его платить за то, что он не должен. Если у вас... Вчера вы не могли зайти на этот веб-сайт, мы перешли от Bluehost до GoDaddy. И надеюсь, что это будет лучше работать. И то, что я хотел тоже упомянуть. Мы постоянно делаем обновления на Новом Завете. Мы многое находим новое, когда мы работаем на Торе. Так оно не будет так занимать. Чтобы оно очень много не заняло, мы первое начнем Торе. Потом для Пророка, потом для других писаний. Да, будет меньше, дороже так. И что прекрасно в этой части Торы. Это мы заканчиваем книгу «Бытие». Есть много зеленого, потому что много неправильных переводов на английском, которые мы исправляем. И мы их замечаем, когда мы проходим эти писания. Одно, что мы смотрели с перспективы Библии. И иногда нам надо посадить на еврейское слово, потому что оно означает что-то другое, когда оно означало тогда. Например, «гей» означало «счастливый». Теперь «гей» — это те, которые неправильно себя ведут. И так поэтому наша цель — это понять, если слово, которое используется, означает то же самое сегодня. И то, что мы заметили, что великолепно, в Открывании мы читаем о владельце Бабилона. Какая между проституткой... Проститутка делает это ради денег. А блудница — это та, которая хотела стать язычником. Это они служили в храме. Очень часто мы читаем, что есть те, которые имеют сексуальные отношения, и это блудница, которая старается их убедить. А блудница — она религиозная. А проститутка — это ради денег. И та, которая в Откровении, она не блудница. Она проститутка, потому что она хочет деньги. Это другой перспектива, как смотреть на книгу «Откровение», о чем я буду говорить после того, как я закончу с этим. И очень интересно, когда мы смотрим на значения. У нас есть Америка во время войны. Это можете смотреть на таблет, на лаптапе, на телефоне. Я это еще не выставил, но у нас есть перевод этого на корейском. И скоро будет на испанском. Итак, оно будет доступно на испанском и корейском также. Так, хотел вас всех поздравить. Днем благодарения. Давайте встанем. Итак, наша честь и царь, мы благодарим тебе. Мы просим, чтобы ты дал каждому из нас глаза, которые видят, уши, которые слышат, и сердце, которые понимают, что ты стараешься предать нам на сегодняшний день, потому что твое слово реальное, оно правда. Итак, мы хотим любить тебя. Мы будем представлять тебя с первой песней. Работай в нашем сердце. Во имя Иисусе. Аминь. Итак, это приводит нас к бытие 21.2. Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром и был на евреями в Гераре. И я покажу, где Герар находится через минутку. И сказал Авраам, что она сестра моя, и послал в Амилек царь Герарский и взял Сару. Итак, почему Авраам сказал, что Сара его сестра? Он думал, что его убьют ради ее. Была ли Сара его сестрой? Да, половина сестра. И через некоторое время в части, в следующей части Торы, Исаак пробовал то же самое с Ревекой. Он приводил то же самое человеку, но она не была его сестрой вообще. И мне кажется, Авраам передал Исааку, как это закончило. Бытие 20.12. Да, она и подняла сестра мне. Она дочь отца моего, только не дочь матери моей. И сделалась моей женой. Когда Амилек взял Сару, что произошло? Было наказание, лекарь, где никакая женщина не могла рождать. И что происходит после того, как он возвращает Сару к Аврааму? Путие 20.17. И помолился Авраам Богу, и все Бога в имелеху, и жены его, и рабы него, и они стали рождать. Потому что у детей не было у этих женщин из-за жены Авраама. Знаете, что интересно? Это то, когда Авраам помолился, чтобы у них были дети. Что только тогда у Сары тоже родился ребенок. Очень часто к вопросу о ребенке. Вы первые должны помолиться о другом, который желает ребенка. Или вы что-то хотите, как материально. Вы первые должны помолиться о других. Очень часто наша молитва говорит, «Господь, помоги, помоги мне». И мы часто забываем помолиться о других. И мы понимаем, когда мы молимся о других, Бог тогда помогает нам. Это какая цель должна быть в нашей молитве? Не Бог, помоги с этим, не с том. А Бог, помоги с этим, помоги с тем, тому человеку. Потому что когда мы помогаем другим, Бог помогает нам. В Бутее 22, 19, Авраам, он хотел принести Исаака в жертву и боссал. Нет. Итак, Авраам и две слуги возвращаются с Авраама в Берсилу. Но мы не слышим ничего об Исааке. Здесь, вот Мертвое Черное море, потом Иерусалим, там Хеврон, а снизу это Версавия. Это все важные места, чтобы запомнить. И мы возвращаемся к этому через минутку. Но первое, вы помните, сколько Аврааму, Исааку было, когда Авраам хотел принесли жертву Исаака? Очень часто мы представим Исааку, что ему 8 или 10 лет. Аврааму было 137, а Исааку уже было 37. Я знаю, что Исаак был вололчуром на этого, потому что Исаак мог убежать, и Авраам бы никогда его не догнал. Это одно, что бы вы заметили. Если Аврааму 137, когда он приносит Исаака в жертву, сколько было Саре? Сара была 10 лет моложе. Значит, Саре, ей 127, когда Авраам собирается принести ее единство ребенка в жертву. И Сара умирает в возрасте 127. Она не может принести этот стресс. Я хочу вам показать. Если вы помните, в вашей Библии, в последней части Торы, Бог истребил Содом и Гамору. Авраам и Сара были в Хевроне. И вы можете посмотреть туда, видя Содом и Гамору. Потому что они находились сверху на горе. И после того, как они видят, как Содом и Гамору были исцелены, они приходят в Герар. И это где царь Авимилех забирает цару, и Авраам называет ее своей сестрой. После этого события, они переселяются в Вирсавию. И что потом происходит? Авраам, он идет 45 миль. Это заняло его 3 дня. Через 3 дня он увидел это место далеки. Если 3 дня, 45 миль, 3 дней. Они, значит, и шли 15 миль в день. Это как быстро они путешествовали. Итак, он идет с Исааком и двумя слугами. Итак, Сара переходит в Хеврон. И потом Авраам возвращается в Вирсавию. И потом, может, Исаак пришел в Хеврон, и она, может, умерла, пришла, была удивлена, что он должен был умереть. И потом Авраам приходит, чтобы погребить Сару. В основном, в Иуде, надо плакать один год. А Исаак занял три года, чтобы утешиться. Вы это заметите. Я также хотел подчеркнуть, когда была большая война, и Лота забрали в рабство. В Бытие 14. А Мариане, они контролировали Хеврон. Они и Авраам, они работали вместе. И потом, они работают вместе с Авраамом, чтобы возвратить Лота. Что происходит в Бытие 22? Теперь, хитеи, они завоевали, и теперь, хитеи, они контролировали Хеврона. Это почему Авраам должен заплатить большую цену. И они только завоевали эту землю, может, месяц, может, меньше, и они заставляли, чтобы он платил эту большую цену. И это после того, как хитеи победили. В Бытие 22.19. И возвратился Авраам утром своим, и встали в высшем месте в Версавии. И жил Авраам в Версавии. В Бытие 24.67. Когда Исаак женился на Ревеке, уже Чорсары пустой, потому что она была мертвой три года. И вел ее Исаак в шатер с матерью, и взял ее в Верку, и она взялся ему женой. И он возбил ее, и тешился Исаак в печали матери своей. Теперь, перед тем, как мы придем к части Торы, я хочу помочь вам поколениями. Если вы хотите, можете это сфотографировать. Тора, у него было две жены. Первая жена была три сына, Авраам, Аран и Наор. Все это знают. Аран имел две жены. Первая жена, Мелкоиска и Лот. А вторая жена, имели дочь, которая вышла замуж за Аран. И что потом происходит, Аран умирает. И Наор женится на Мелке, и Авраам женится на другой жене, и это была Сара. Сара, она была жена Арана. Авраам и Сара женятся, и у них рожается Исаак. Наор и Мелко, у них рожается Бетуэл, у него рожается Ревека, которая потом ходит замуж за Исаака. И это отношение как Ревека связано с тем этим. Но есть еще. Бетуэл также, но кроме Ревеки, у него также был. Я возвращусь. Я возвращусь оттому. Бетуэл у него тоже был. Что случилось? А, вот оно. Бетуэл также был отцом Лавана. И у Лавана рожается Рахиль и Лия. Итак, Исаака рожается Яков и Исаав, те, которые женятся потом на детей Бетуэла. Я займу секунду. Я сделаю что-то для всех вас. Я создала две разные картинки. Это меня чуть спутило. Я думала, я одну изменила, а вообще-то было другое. но это все сработает. Итак, женская она мелко, у них рождается Исаак, А потом у него также Лаван, который рожается Лия и Рахиль. И потом Ревек рожается Исаак и Исаак. И это картина, как все находится. Итак, вы можете наблюдать, будете знать, что именно случилось. Веча Ситори в Бытие 25-20 что вы заметили, Исааку было 40 лет, когда он взял свеженную Ревеку. Три года спустя, после того, как произошло с Авраамом, он женился. Дальше читаем, Бытие 23-1-2 жизни Сарне было 127 лет. Значает, что она умрала в тот же самый год, когда Исаак был взят. Вот лета жизни Сарне. И поэтому она называется Кайсера. И умрала Сара в Кире в Альбе, что ныне вероны. И пришел Авраам лыдать по Саре. Итак, Авраам приводит в Версавию, а Исаак идет к Саре своей матери, и она потом умирает. Итак, Исаак сказал отцу, потом отец возвратился или послал посланника. Бытие 14-13, это то, что я уже сказал, но я вам объясню. И пришел один из уцелевших известил Авраам еврею, живущий у добровой мамы Амарианина, брата и школы, которые были союзники Авраамовы. Итак, Амарией контролирует Хеврон, а потом в Батте 23-34 подошел Авраам и говорил сынам Хетовы, они только завоевали Хеврон. И Авраам, который уже где-то 150, говорит, я у вас пришелец и поселенец. Дайте мне соседанность, место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою сохранить от глаз моих. Все, что он хочет, это место, где погребсти свою жену. А что Авраам старается продать ему все поле, чтобы очень много денег у него забрать. Евреям 11-13 мы читаем, «Сеси умели вере, не получив обетование, а только издали видели оные и радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Они сказали в обетовной земле, «Мы должны понять, что мы странники и пришельцы здесь, на земле. Это не наш дом. Мы не были созданы только для этого. Мы были созданы для следующего дома». И даже, да, веровали, что было бы это воскресение из мертвых. И это почему Ефесянам 2-19 мы читаем к язычникам, «Итак, вы уже не чужие не пришельцы, но сограждены святым и своей Богу». Вау! Мы все вместе. Мы уже не чужие. Мы теперь граждане. евреям мы также читаем, что Авраам поверил, что Исаак был бы восхищен смертью, потому что Бог сказал Аврааму, что через Исаака будет его семья. И потом в Бетия 23-19 мы читаем, «Авраам встал и поклонился народу земли той сынам Хетовым». Это хитеи. Это на еврейском террористы. Это первые террористы, которые упоминаются в Библии. Еще удивительно, что Он поклонился народу земли той сынам Хетовым означает даже для самых низких, даже тех, которые никто не хотел. Это были люди, которые не были образованием. Да, они хорошо воевали, но что прекрасно, это Ефроан поднял Авраама, как он был царем всех царей, всех принцев. А что Авраам делает? Он смиряется, чтобы быть ниже даже тех, которые ниже всех людей. И что еще тоже сделал? Он пришел с неба на землю, он унизил себя и смирил, стал себя ниже всего, даже стал сугой. И это очень удивительно, когда мы сравниваем эти истории. Итак, внимательно смотрите. Птия 23, 10, 16. У вас есть еврейское слово для Ефрона. Айин, Пэй, Реш, Ефрон. Есть то, что я вам хочу показать. И вы никогда не видите это на английском, только на еврейском. Это на ваших конспектах. Я хочу, чтобы вы следовали за мной. Ефрон сидел посреди снов этого. И отвечал Ефрон Хитяне Абрам Сук в Гета все входящие во врата его. И почему на вратах? Это где все бизнесы происходят. Чтобы там было все по закону. И сказал Нет, господин мой, послушай меня, я даю тебе полю. Ага. Да, это неправда начинается. И пещера, которая на нем даю тебе, приезжай мессина в народ моего, дарю тебе, пара не умер что-то твою. Но Абрам знает, что это неправда. Абрам поклонился перед народом земли и говорил Ефрону, не всему, но говорит Ефрону, если послушаешь, я даю тебе за поле серебро, возьми меня, и я пораню там умышь мою. Ефрон отвечал Аврааму и сказал, господин мой, послушай меня, он говорит, что ты, Авраам, ты мой господин, послушай меня, земля стоит 400 секрет сибра, это очень большая цена, для меня и для тебя, что это, пара не умышит твою. Авраам выслушал Ефрона, а ты знаешь, он услышал, он понял, что Ефрон остался сказать, он говорил, покажи мне деньги, и отвесил Авраам серебро, вы замечаете, что-то в имя Ефрона, когда он отвесил ему серебро, что произошло, смотрим на таблицу, Ефрон стоит Афрон, буква забирается, буква ВАВ, это связь, связь между Богом и Ефроном исчезла, его кошелек стал больше, но его имя стало меньше, но мы это не замечаем на английском или на других языках, вы только видите это на еврите, Бог старался показать что-то, что очень сейчас мы даже не замечаем, кто был в Евроне, я был несколько раз, и те, кто там были, можете узнать это, камни, по которым Авраам ходил, это камни к воротам Еврона, где он продал эту землю, и конечно поездка в Израиль в декабрь была отменена и мы будем в мае и октябре мочим те, которые записали на кибер, чтобы записали на мае или октябрь, выберите только один, Бтие 24, 3, 4, и Авраам говорит Илезу и клянись мне, Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из-за черей Ананеев, почему? Потому что они проклятые от хама, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, возьмешь жену сыну моему Исааку. Это почему я показал все эти связи, как это была часть его семьи. Вот Бека для Ревеки. Бека это пол цикля. Но первое начнем с этим. Верблюды. Елиезер, у него есть эти верблюды. 12-13 Я становил верблюдо вне города у колодца воды под вечер, в то время, когда выходит женщина черпать. Послушаем, что Элизар говорит. Он говорит, «Господи, Боже, господин моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне, и сотвори милость господина моим Авраамом». Вы знаете, что интересно? это самая первая молитва с прошением, которое мы читаем в Библии. Это молитва о каком-то другом. Он не даже молится о себе. Так, первая молитва в Библии, она находится здесь. Он даже не был евреем. Любой человек может обклиться к Богу. Это даже означает, самое лучше место найти жену, а также берут колодец для воды. Я шутю. Читаю Библии 24 14 и девица, которой я скажу, наклони кушин твой, я напьюсь, и которая скажет, пей, я и верблюдам твоим дам пить. Вот так, который ты назначил рабу твоему Исаку. И посему знаю я, что ты творишь милость с господином моим. Итак, подумайте об этом. Что Иоанн искал в жене для Исака? Главный критерий, чтобы найти жену, было, чтобы она была добрая и заботилась о животных. Это было главный критерий, чтобы найти жену, а для многих, которые ищут супругу, друга, делового партнера, они ищут у кого есть ум, богатство, известность, власть, а то равные, что доброта и благо самые величайшие черты характера. дайте 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 мне дайте минутку, мне кажется, упоминаю, 24 17 20 и побежал раб на встрече и сказал дай мне испить немного воды чуть-чуть немного услужина твоего она сказала господи пей господин мой она как авраам это час спустила кувшин свой на руку свою напоила его когда напоила его сказала я стану черпать и для верблюда твоих пока не напьются и тотчас вылила воду исключительно своего поила и побежала пять колодец подчерпнуть она черпала для всех любит его он просто попросил глоток она звучит как родственница авраама мы понимаем что она только сказала говорила только один раз но она использовала 11 глаголов или действий один раз она сказала и потом делать 11 действий но и люди говорят 10 раз но ничего не делают нет никакого действия они бред я это и это сделаю и даже не понимает ногу она одна вред и потом она бежит и это прекрасно но вы знаете так же это удивит вас есть больше законов теория о том как заботиться о животных чем о том как исполнять субботу есть намного больше законов о том как ухаживать за животных тем как соблюдать субботу тоже законе 25 4 не убивай в исходе животные должны отдыхать субботу вторая законе 22 6 она говорит о мать птиц мы изучаем люди которые имеют какие-то психологические проблемы и они обижают котов и собак а малик они всегда нападали на самых слабых но бог говорит я хочу защищать самых слабых это почему почему я лично не могу выдерживать тех которые обижают других мы должны защищать бедных а не быть хулиганом я хочу рассказать ужасные ссоры но я удержусь это одна из историй моей жизни с хулиганом но я сам решал эту проблему и он больше не хулиганил вы знаете какой я ужасный был я был в восьмом классе как мальчик вы всегда хотите быть большим но я был маленький я был самый невысоким вообще-то второй самый низкий в моем классе и это не честно но был семь кто который был в седьмом классе он был выше меня и мы жили в городе где только 800 людей все знали друг друга и мама всегда заставляла чтобы я ищу магазин чтобы брать купить еду но этот хулиган всегда он жил возле магазина и он всегда обижал меня когда я ищу магазин я устал от этого что я делал я это не советую родители закройте глаза ваших детей или дети своих родителей я я перейду сзади магазина я купляю острый нож я иду в этот магазин я просто стою в магазине и он приходит и я иду так как будто я себя защищать и я буду я его ударяю этим ножом прям руку и он потом бежит домой и кричит а я иду домой и радуюсь и потом его мама позвонила моей маме и моя мама забрала этот нож но больше пусть он меня никогда не трогал я хотела его ранить когда мы говорим о бербюдах я хочу объяснить вам это факты что ревека сделала бербюды пьют 15 галлонов воды за 10 минут означает она должна не сеть 3 3 ведра по 5 галлонов воды и это 30 ведра 5 5 галлонов 5 галлонов висят 42 фунтов эти 126 фунтов и так она должна была принести 126 фунтов воды чтобы напоить всех этих верблюдом исход 30 1213 хочу вам показать то что очень интересно когда исчисляете сынов израевых он я хотел чтобы их исчисляли и поэтому она говорит когда будешь делать исчисление сынов израевых присмотри кто пусть каждый даст свой коп за душу при исчислении и не будут между ними язвы губительно всякий поступающий иисус должен давать половину сиклия это мако циит ха шекл мако циит находится здесь это половину ха шекл это сикль вы видите это это пол сиклия называть называется мако циит ха шекл только два раза писание оно по-другому называется исход 32 12 когда же они приблизили к стану и видел тельца и пляски тогда он воспламенился об небо и бросил скрижали разбил их под горою что интересно другое слово это бека бека означает разломать это одно чтобы дать половину это монеты которые пол сиклия а бека это точно полом на две части и так бека означает раскаливать и рассекать и быть сломаны как они разбили или не вспомнить их десять заповедей здесь написано бытие 24 22 когда верблюда писали петь тогда человек кто взял золотую серьгу весом сколько пол сиклия но это не мако цит это а бека это бека и два запястья на руке весом в десять циклей золота и два скрижали которыми есть десять заповедей которые то также были сломаны или разбиты и когда она получила ревика получила этих два процента которые десять заповедей псалом 1172 закон у своих для меня лучше тысяч золота и серебра вау вы понимаете тот кто следует за тора он богаче те которые те кто имеет много золота и серебра вы намного богаче потому что вау есть то что настоящее золото и серебро заметьте это будущее невеса и саха получает золотую серьгу которая весит одна беку или пол сиклия и бек означает чтобы рассекать но мы читаем дальше исход 38 25 26 серебряжесть исчисления лиц общества стал талантов и 1775 сиклей сиклей священных по пол сиклю человеку это пол сикля или бека вот этот подарок жениха который обрет пол сикля золота и теперь у нас есть это невеста израиль которая дает пол сикля серебра чтобы построить эту скинью и так жених и невеста женится и не строит этот дом это скинью и два раза когда используется это первое как когда это серебро дается ревеке а второй раз как до золота которое мы даем чтобы построить эту скинью и мы оба вложим это супружескую жизнь пол сикля человека вы знаете что по сикля есть еще одно слово есть еще гол гол лет открою у нас это слово голгофа они считают голгофа сколько лиц у людей это это может считается как бека и голова для того который будет разбит на голгофе и это мессия и так есть пол сикля золота который дается одни весе и пол сикля которые дан чтобы построить это дом и это один раз два раза библия когда-то упоминается бека и это прекрасно матвея 27 33 голгофа означает топное место это верхняя часть головы есть тысячи голгоф вверх каждой горы это колгофа и так верующие думают это колгофа это где-то камень который выглядит как лоб это неправильно и они так уже не выглядят потому что много землетрясения но голгоф это вверху горы елеона было и тогда можно переводится это тот который будет сломан на голгофе у него было сломанное сердце бытие 27 10 он прожил 175 и искачет авраам и умер и старости добротой и поребли его исаак и измаил и так если аврааму было сто семьдесят пять сколько было исааку 75 а сколько измаилу 88 он 13 лет старше сколько якову и саву им уже пятнадцать пятнадцать когда авраам умирает и не имея 9 6 8 ты господи день ты создал небо небеса небес и всего своих землю все что на море ты живешь ты живешь все сие это же он живет землю и люди кто живут они и небеса его за тебе по ты сам господи избрал авраама и вывел его откуда вы из ур галдейского и это он вышел с ур галдейского с этого огня халдейского куда он был брошен и дали ему имя авраама нашелся его верным предобою я хотел показать еще две таблицы это сзади моей книги америка во время войны эти квадраты это 8 лет 7 у 7 6 до 49 это семь лет 2206 2212 2206 это когда год юбиле это 155 до нынешнего эры это седьмой год это было в году двадцать два тридцать восемь от адама что израиль пришел по египет но но и умер в году 2006 и после того немного он думаешь об башню вавилонскую и потом двадцать двадцать третьем году это от жмите авраам принял это обетование потом 2034 измаил рождается потом исаак рожается в году 2048 и потом сара умирает как часть которой мы читаем 2085 и потом исаак рожается 2020 это год юбилея и когда и яков и сава вы можете узнать какой исаак из исаак рожается в год юбилея и потом промирает в году 21 23 потом 7 умирает 21 58 исаак умирает 22 28 и и яков ходит египет 22 50 это год юбилея и яков только не рождается в год юбилея он также умирает в год юбилея сказал это давайте станем помоемся и потом будет перерыв наше тело царь мы так благодарим за все что ты нас учишь я прошу чтобы твое слово солария на нашей жизни мы просим за те которые хочет быть светом и пенсия этот свет торы к всем народам земли сейчас темнота темнее чем на раньше было но это когда свет торы сияет самое ярче я прошу те которые здесь те которые соединенных штатов и вокруг мира чтобы они поняли важность время сейчас чтобы принести это свет торы к всем народам я буду дать за те которые участвуют через свои проживания благотворим твое имеющие аминь благословен ты господь наш бог создатель и царь вселенной ты благословил нас торы твоей правды ты благословил нас всем советам твоего живого слова через силу твоего духа святого ты закончит его дела миссии еще ты одел посадил между нами жизнь вечную благословен ты господь наш бог аминь можете идти на перерыв аминь еще аминь еще аминь еще аминь еще спасение и мы просим спасение и болезни для тех которые имеют какие-то физические психологические болезни может это какая-то рана или утрата мы просим за те которые сейчас больница может те которые господь и собираются умирать я прошу чтобы ты утешил и помоги это время нужно также просим а те которые которые нуждаются в работе в этом времени может они нуждаются в доме машине в еде пусть тело заботится о нуждах мы просим чтобы это открыли врата неба послал финансы используя нас мы тоже молимся нашем народе и те которые вокруг мира молите о ваших лидеров мы не хочет чтобы наш народ был народ который казан но мы хотим быть овцы мы также просим за израиль чтобы пришло то время обновления чтобы они все возвращались которые мы просим этого имя ищу аминь вы можете присесть я думаю вы помните но хотя бы пропустили одну неделю но я буду я собираюсь говорить о разных месяцах например новолуние и первый месяц это какой ниссан и какое колено идет с месяцем и уда а кого второй месяц и яр это исахар и третий месяц зеволон я буду видеть этих трех второй месяц не и яр и яр и и исахар сравняется с осленком мы посмотрим найти три колена а бытие 49 915 мы воздвигаемся к этому молодой лев от иуда с добычи самой понимается приклинился он лег как лев и как львица кто поднимет его не отойдет не скипетер от иуды а и законодатель отчество его доколе не придет примиритель ему покорность народов он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда своей моет вине одежду свою и в крови гроздов одеяне свое блестящие очи его от вина и белые зубы от молока заволон при береге морском будет жить и у пристани корабельная и предел его до седона и вот мы видим эту лодку возле заволона и предел его до чего седона я покажу где находится седон как далеко он находится исахар осел крепкий лежащий между протоками воду и видел он что покой хороший и что земля приятная и преклонил плечи свои для ношения времени и стал работать уплаты дани о вау и так заволон и и исахар был как это осел который приносит привозить людей и товары с места на место так роль исахара было привозить торы с места на место чтобы это было в общем понимание слова божьего первое полипе но он 12 32 и сынов исахаров их пришли люди разумные которые знали что когда надлежало делать израилю это так важно если вы делаете фотографии люди всегда фотографируют во время первого служения но вот 20 колен по исчисленные как они шли иуда первый итак иуда это месяц нисан и и потом и яр за второй месяц и это исахар зеволон третий сиван потом опускается к руману тамуз а в алол тишри итак на этой таблице есть список как они надеюсь возле скиния и также 12 месяцев года связано с коленами вы знаете какой месяц для какого колена список как они шли и какое колено связано с каким месяцем это очень важно понять чтобы вы также заметили вы поймете это чуть чуть лучше позже но первых три месяца это все на востоке если вы генерал который идете на войну вы хотите чтобы самые лучшие войны были впереди те которые не боятся те которые готовы воевать я вам покажу как бог позвал три колена которые самые лучшие воюют и внимательно наблюдайте как я буду это объяснять я говорил они сан две недели назад но мы сейчас перейдем и яр но связано исахаром первое что мы замечаем бытие 15 5 если вы помните бог сказал аврааму посмотри на небо и что ему надо делать сосчитай звезды и я это месяц чтобы считать умер это месяц число на связать первое месяц и третий месяц это когда они вышли сгибта и потом перебили тору это прям посреди находится находится сколько будет у тебя потомков найдем с востока это иуда там не сан и их не камень эмиральд второе месяц или изумруд и потом изахар и его камень был сафир третий это зевлон их не камень была алмаз так все были возле друг друга и это были их не камни что также интересно мы получаем слово для сафира это севрита самек то пей и рейс сафир а то откроем получается это имя потом добавляете х или хэ это слово для чтобы считать или исчислять и так это камень и сахар те которые понимали время чтобы считать умер и где камень драться на камень означает считать исход 28 18 второй ряд был что карбун кул сафир и алмаз исхода 4 9 10 связано с эфиром потом зашел моисе и арон надав 70 старейшин израилевых и видели бога и под ногами его нечто подобное работе из чего чистого сафира так эти драться и камни они тоже на небе они как фундамент и на самом низу это сафира и как и сахар зевлон путешествовали вместе и удал первые потом они также были связаны их не благословениям 2 закона 33 18 19 заволон не сказал сказал веселый заволон пята путях твоих он говорит как когда он идет на океан и сахар шатрах твоих сахар он изучал тору это было их не работа зевлон он делал деньги и поддерживал и сахара когда они изучают тору создают они народы на гору как на кой гору гора сион откуда тора должна пойти к всем народам там замолкают законы жертвы ибо они питаются богатство море и сокровищами сокрытые песке и так зевлон приносил богатство море и сахар изучал тору и находил сокровища которые были песке ли второе исход 15 24 26 и вот мы считаем что люди опять воздраптали что нам пить и моисей воззапил господу и господь показал ему дерево и он бросил его воду и вода стала сделать сладкой там бог дал народу устав и закон и там испытывал его и сказал если ты будешь слушаться голоса господа бога твоего и делать угодное предачами его и внимать заповедем его и соблюдать все уставы его то ненавиду на тебя ни одной из болезней которые навел я на гиппет ибо я господь целитель твой эти три месяца на востоке все связаны с войной вы это заметите они все связаны с войной а месяц и яр вот этот стих а не ювэй гадвэй руфэка руфэка я господь твой целитель исселение от отлея которые раненые во время битвы если боретесь бог исселит вас эта фраза это ияр каждая первая буква слова это яр те кто идут на битву если исполнять его заповеди и вы в этой битве он исселит вас и что происходит когда мы думаем вот они уходят с египта в однисане и потом они стараются отойти до торы который на горе синаи сатане это конечно не нравится и так и яр это связь между этими двумя и дьявол приведет много битв физических и духовных чтобы они дошли до торы я покажу то что произошло в ияр и вы можете сфотографировать эзра начал опять строить храм после того как навык носор его истребил 1 яра это 1 воина это те которые были 20 лет и старше 2 яра это когда саламон начал строить храм 5 яра это майна за освобождение в году 1948 15 яра это когда они возвращались и потом бог дал им мясо и когда исполнили вторую пасу 16 яра мана упала 20 яра это шикаря ушла синая 21 такая две части для субботы 22 когда они не уважали субботу и искали ману 24 так опять возмущались 26 шестния война 27 28 яра а малик напал мы видим как этот ропот возмущение и если это эти духовные и физические битвы исход 16 4 6 это 2025 год но я покажу все эти события 1 яра 29 апреля до 29 яра но что вам покажу это из исход 16 17 и только одна месяц один месяц прошел до того времени они ушли египта они ушли 15 сана и мы прием и яр и что мы замечаем исход 16 1 2 и двинулись из елима и пришло все общество с новой израевых пустыню син вот пустыня син и вы видите они начали всех возмущаться или роптать и возроптал все общество с новой израевых на мосея и арона пустыне и так господь говорит мосею это 4 по 6 стих я одожжу вам хлеб с неба и пусть народ выходит и собирать все дни на сколько нужно день чтобы мне исполнить его будет ли он поступать во закону моему или нет а в шестой день пусть заготовляет что принесут и будет двое против того поскольку собирает прочие дни и сказал мосея арон всему обществу с новым израевым вечером узнаете что господь вывел вас из земли ебутской восьмом стих и сказал мосея узнайте что когда господь вечером даст вам мясо пищу а утром хлеба до света ибо господь услышал ропот ваш который вы подняли против него когда мы думаем о ропоте не ничего не правильно когда мы время бог и я нужна есть еду есть это на отличается от того как бог ты хочешь меня убить без еды это все а настроение когда кто-то вред время идти спать и потом может кто-то отвечает о ты хочешь меня убить но это никак не работает и так они возмущаются и потом он приносит мясо и потом послать ману и на шестой день они получают две части ману потом входит рефидим это все происходит первый год и яр это месяц когда мана духовная еда и физическая еда падает на землю иисус 71 и двинулась и все общество становя в их из пустыне син путь по повелению господню и распожили станом рефидиме вот они рефидиме и там нету воды и так они опять ропчут и бог говорит что моисея ударил камень и не получают воду из камня исхода 17 3 и жаждал там народу и роптал народ моисея зачем ты вывел нас из египта умреть жаждаю нас и детей наших и стада наши и нарек 7 8 стих и нарек месту тому масса мере по причине покорения сынов израилевых и потому что искушали господа если господь венец или нет и что потом пришло и пришли мальчане это второй месяц это яр как вы заметили это месяц это месяц бит физических духовных битв 26 яра это день когда мессия зашел на небо это 40 дней после омер это очень интересно и потом мы сейчас вот амалька 5 возвращается вы видите как война всегда происходит во время игр и вы стараете считать почему богу чтобы мы считали это чтобы мы зали эту связь чтобы связали на территорию с искупления с законом кто был дан на синае им приходит второй год они ходили вокруг горы год и потом бога время идти есть люди которые могут исполнить массу пришли были возле мертвого тела он говорит вы можете исполнить пасху следующем месяце 14 или 15 числа 10 числа 1 год прошел уже 1 яра 2 год и давай посмотрим что происходит числа 9 11 14 день 2 веса пусть так вы освежать ее и сопресников и горькими травами пусть 10 12 сих во второй год по второй месяц двадцатый день месяца и вот мы встречаем вот второе двадцатый день второго месяца второй год что происходит сава выходит и они идут на путешествие на три дня и потом они заходят от пустыни пиран пустыни фаран поднялись облака адские откровения и отправились на израевых пацанов из пустыни сианской и становилось облако пустыни фаран что происходит здесь что в этом году происходит то что произошло вот прежде опять ропщик и возмущается числа 10 14 15 поднято было во первых знамя сына сынов иудяных пополчение их над ополчениями и не сан сын аминдана почему он первый из первых это первый который первый который прыгнул черное море когда она разделилась 611 1 и народ стал роптать слух господа сказал господь услышал и воспомнил гнев его и возрелся у них господин и начал истреблять край стана четвертый стих пришельцы между ними стали обнаруживать пригодь с ними сына израевы и плакали вели кто накормит нас мясом вот они были на отдыхе целый год и они опять пройдет три дня и начинают опять роптать и так попасать кази потом посылает перепел не один день а целый месяц можете вы представить перепел есть один день и нету где его сохранить и вы храните перепал жаре 30 дней и начать портится он навред вы будете это кошек покануне будет выходить с вашего с вашего носа числа 11 19 не один день будете есть не два дня не пять не десять и на 20 дней потому что вы приняли бога и сказали почему мы вышли из египта этот месяц опять война 1948 году 67 года и это великое значение которое мы с вами повторяем первое иуда и потом яр и потом зеволон помните яр это месяц то чтобы подготовиться для для саваота и дьявол не хочет чтобы вы приняли тору и это почему святая война происходит и так яр это время испытания во время битв физических и духовных как снег приходит зимой вы должны понять война приходит весной и так перейдем к колену за волон вот и вот и вот и это куда израиль надо было идти до седона это что бог говорит это что мы прочитали но израиль чуть вот кайфа вот карьера это где семья бен ки 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 живет много ее дети потом и потом там гора герман и так израиль захватили всю эту землю это море калилейское и ночью заворачивается но иуда на востоке можете вы представить иуда он первый иуда у него есть имя бога в нем и выгоды то выбираете букву и чтобы дальше замечая исахар это кламмаврием о войне они знают какое время они за что время воевать чтобы различать духовно-физически и бог послал три самых сильных колени впереди и вы видите что зевелон это они очень были посвящены к войне это почему бог послал зевелона там помните пираты они всегда на море и так зевелон всегда постоянно воевал против пиратов как исахар и заволон путешествовали вместе так они были связаны своих в их благословениях трезакония 33 18 19 а заволонин сказал веселись заволон путях твоих исахар шатрах твоих созывают они на народ на горы там заколают законные жертвы ибо они питаются богатство море и сокровищами сокрытия песка какие богатство в море это рыбы но есть что-то уникальное которое хочу вам показать и потом песке сокровища песке это из аха который изучал тору и них шатрах они находили эти сокровища в торе так заволон они они финансировали изучение из ахара заволон приобрел день приобретал деньги чтобы из ахар может изучал тору что потом из ахар может учить заволона что написано в торе видите как это связано бытие 49 13 заволон при береге морском будет жить и у пристани корабельной и пределы вода седона это как далеко заволон должен был идти когда мы думаем о воде море о чем мы думаем о торе евакуум 2 14 ибо земля наполнится опознанием славы господа как воды наполняют море за волона работа была там где находится божья слава и приносите назад сокровища мемория вы знаете что прекрасно кто кто-то видел это что это я вам объясню я возвращусь к этому это улетка которая называется мир мирекс и мирекс улитка она очень много стоит эти краски от чего дели так вот эта веревка которая была вокруг пояса это было с этого красителя и так заволон брал эту улитку и не делали это синий краситель которая исполнена ситсит а так чимон она обращалась книга судей 5 18 заволон народ обрекший душу свою на смерть заволон это тот те которые воюют до конца это почему не были первые еврейское слово для она похожа на оружие оружие я хочу показать то что очень удивительно как есть разные шрифты есть другие разные шрифты на еврейском языке тоже вот зеон которая похожа на оружие в одном автория свитка как она похожа на корону только есть восемь букв которые имеют эти две тагать и тирал это чем это связано задай это последний это три буквы которыми имеют эти три палочки это одна картинка которая сделала с нашей свитки торы и вы здесь замечаете айин имеет шэн нун и цады и заин и цады и вот последний цады вы замечаете здесь это те которые имеют эти три палочки это одна из всех этих восемь букв кто может сказать что здесь написано это ювей хадвей божье имя я хочу чтобы вы заметили они также имеют у них только одна видите другие получают только одну но восемь букв получают три когда говорит айота это самый маленький значок на самой маленькой буквы ничего не изменится что также интересно первая буква землун это заин это цифра 7 это означает совершенство если вы помните перед сивана пришел то нападение от амалика и в начале сивана у нас это совершенное оружие это тора с помощью которой мы должны сражаться с врагом как это дело мессия потому что мессия в реле написано 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 и так тора наше оружие есть военный псалом о котором сам я не думаю как военный псалом 90 псалом 90 псалом знаете что интересно там не находится эта буква заин и люди думают это военный псалом почему там не находится буква заин что они говорят все эти линии они маленькие заин которые делают духовные нападки это битва это битва это черточкой не в буквах седьмая буква это оружие это слово для войны мелкама 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 в этом слове для войны есть хлеб потому что войны нуждаются в еде и мы это замечаем когда давид скинь скинь он говорит мы нуждаемся в хлебе и по той ему священник дает святой хлеб потому что это во время войны люди говорят как заин это буква вав с короной как я сказал каждая из этих корон это заин или эти черточек которые воюют во время битвы вав это человек это шестой буква и человек был создан на шестой день и вот еще который человек который имеет корону и он царь царей читаем откровение 14 14 изглянул я его святое облако и на облаке сидит подобный сыну человеческому налови я его золотой венец и в руке его острый серп 1 царств 21 3 4 так что если у тебя под рукой это говорит священнику дай мне хлеба пять или что найдется и отвечал священник давид говоря нет у меня под рукой простого хлеба это хлеб священный что интересно это хлеб также означает для означает ману ефесянам 6 17 и шлем спасение и меч дуговный который есть слово божье мы знаем что слово божье связано с хлебом и с маной которая пала с неба и мы читаем меч дуговный я вам скажу какой-то меч через чуть-чуть но меч это слово божье которое мы используем чтобы нападать как еще и отдел пустыни слово божье это меч дуговный это почему откровение 19 13 15 он возвращаетесь он обличает надежду обогренную кровью имя его слово божье и воинство небесное следует за ним на конях белых ведь он на весон белый из-за всего что исходит острый меч это слово божье смотрите заметьте эту связь чтобы им поражать народы он плачет их железом железным так тора которая была дана на горе сина тоже должно наполнять наши уста мы должны говорить тору и это оружие которое мессия использовал в пустыне это оружие которое мы должны использовать малахи 26 7 закон истинный был в устах его смотрите заметьте эту связь и неправда не обреталась на языке его в мире и правде он ходил и многих отвратил от греха ибо уста священника должны хранить видение и законно ищут от уст его потому что он вестник господа савуофа и господь воин и так мы можем быть в божьей армии какие у нас оружие это наш меч это слово Божие которое мы говорим как Бог сказал мир он просто сказал и что мы должны делать наша битва это не костюм римского солдата это одежда священника то что мы говорим это слово Божие что так же произошло в третий месяц в месяц савуофа этот месяц савуофа в третий месяц иссот 191 происходит снова в Израиле из Египетской на Волоне пришли они по стану Синайскую это где они получат закон на горе Синай кто слышал этот стих глаза Божьи идут по земле чтобы увидеть усилить тех которые сердце идеально к нему может кто-то слышал этот стих какой бы контекст этого стиха что произойдет да мы запомним этот стих но мы должны понимать контекст давайте посмотрим что написано в Библии 2 Парабинон 15.1.4 и потом сошел Дух Божий на Азаре сына это дева и вышел он на встречу Асси это царь Иуда и сказал ему послушай меня Асси и весь Иуда и Венимин Господь с вами когда вы с ним и если будете искать его он будет найден вами если же оставите он оставит вас но и не Израиль будет без Бога истинного и без священника учащего и без закона но когда они обретесь в тесноте своей к Господу Богу и Израилу и изучить его он даст им найти себя это прекрасно читаем дальше стихи здесь по 15 стих и собрали все русские и призвали Бога третий какой месяц третий месяц это когда все собираются вместе люди Божьи 15-й год царствование Асси раньше встретили что-то было больше в начале теперь это уже 15-й год и они принесли жертву что они только пришли с войны у них было семьсот крупного склада измеряло семь тысяч и ступили завершивали взыскать Господа с его сердца и всей души а всякий кто не станет искать Господа должен умереть это очень сильно малый ли он большой мужчина или женщина и клялись Господу громогласно и восклицали при звуке труп и ров и рады все иудеи все клятвы потому что от всего сердца своего клялись всем взыскали его и он дал им найти его если в мире с Богом у вас войны не будет когда вы забываете Бога что происходит война это почему Америка войне 2024 года 2026 году потому что мы забыли Господа это четко написано в Библии если вы следуете за Богом нет войны а если не следуете за Богом война начинается царь Аса был такой прекрасный 16-19 стих и Маху мать свою царь лишил царского достоинства за то что она сделала истукан для добровы не споверг Аса истукана ее и зубил и жёг на долине Кедрона хотя высоты не были отменны у Израиля но сердце Асы было полное предано Господу и внёс он посвященное отцом его и своё посвященное в дом Божий серебро и золото и сосуды и не было войны до 35 года царствования Асы что произошло 35 лет спустя вы знаете что он делает 36 год царствования Асы пошел в Аса царь израильский на Иудею вы поняли иудею вы поняли иудею вы поняли иудею израиль всегда воевали и что сейчас происходит у них опять война они разделены что надо делать некоторые хотят чтобы избавиться от них другие хотят оставить это разделение которое было также в Соединенных Штатах чтобы не позволить никому не уходить от Асы царь иудейского не придет и вынес Аса серебро и золото из сокровища Дома Господня и Дома Царского и послал к Винодаву царя сирийского который живет в Дамаске и сказал союз да будет между мной и тобою как был между отцом моим и отцом твоим вот я посылал тебе серебро и золото пойди расторни союз войска царь израильский чтобы они отступили от меня и не воевали ва и вот другой пророк приходит к нему 7 до 10 то время пришел Анани прозревец к Ассе царе иудейскому и сказал так как ты понадеялся на царя сирийского и не уповал на госула бога твоего потому и спаслось войско царя сирийского от руки твоей не были и в япне и ливане в силой большой и с колесницами и всадниками весьма многочисленные но как ты уповал на господа то он предал их руки твои ибо очи господа обозревает с людьми чтобы поддерживать тех чье сердце вполне предано ему вот этот контекст если Ас доверялся бы богу всем своим сердцем как он раньше это делал когда и пьяни напали или другие народы бог бы позаботился об Израиле но он понадеялся на врагу чтобы он расстроил союз и мы читаем безрассудно ты поступил теперь зато отныне будет у тебя война и отныне будут у тебя войны и Аса не слушает каяться что он делает и раздневался Аса на прозрольница и заключил его в темницу так как за это было раздражение на него притеснял Аса и некоторых народов в то время он не покаялся три года спустя второй приемнян 1612 взялся Аса болен ногами на 39 году царственность своего и болезнь его поднялась до верхней части тела но он болезни свои взыскал не Господа а врачей и что это нам говорит когда мы в ситуации где война как месяц Ияр против Аманька мы должны обратиться к Господу это его слово мы должны говорить его слово не ваши слова когда вы делаете что он говорит будет мир даже с вашими врагами есть стихи которые это подтверждают мы должны понять что это показывает за то что Аса заболел в своих ногах он неправильно ходил он не ходил по путям Господних он ходил своим путем я должен заканчивать и потом мы ускоримся третий месяц также вспоминается в Исфер 8 7 когда Амана повесили на дереве и 9 стих пацаны были тогда царские писали какой день третий месяц это месяц для Зевлона месяц Иван 23 день его написано было все так как приказал Мардахей 11 стих о том что царь позволяет иудеям находящимся во всяком городе собраться и стать на защиту жизни своей против тех которые хотели на них напасть это что сейчас происходит Израиль народы не позволяет чтобы Израиль себя защищал битва сейчас люди говорят вы просто должны быть терпеливы читаем Изеки 31 1 Изеки это пророк в 11 году в 3 месяце мы должны понять третий месяц это очень пророческий месяц особенно первый день это когда новая луна давайте я быстро покажу это это кар это вспомнить замон это время они оба начинаются с богузаим и заин это оружие чтобы понять время заин семь это меч времени это это число семь это меч и это почему оно все режет на час семь это шаббат седьмой день это 49 день тысячи седьмой месяц это седьмой год покой это 49 год это тысячелетное царство в истории человечества было от Адама до Авраама до мессии 2000 лет и потом будет тысяча лет царство после того, как тысяча лет пройдет и у бога есть schedule и он по нему идет помните Тору моего закон Моисе раба моего который я заведомил на хриве и первое слово помните это большое заин оружие в эти последние дни это будет помнить закон и это слово божие мы должны помнить эти дни когда битвы приходят мы должны довериться богу и говорить его слово надо чтобы не думать о одежде римского солдата когда мы говорим о бране это должна быть одежда священника я прошу вам Илю пророка перед наступлением дня господня когда Илья придет мы должны возвратиться и вспомнить Тору это чем они будут воевать исход 17 16 сказал он рука на престоле господа брань у господа против Амалика из рода в род каждое поколение будет воевать и война сейчас происходит в Амалике в прошлом столетии было против Хитлера а сейчас в сезонное время которое мы находимся это война против Амалика и я думаю это будет последняя битва с Амалика перед тем как еще возвратиться как я сказал раньше хлеб и война тесно связаны с Библией потому что слово хлеб находится в середине словах война Бытие 3 19 потери лица твоей боль будешь есть хлеб доколе и так человек должен предлагать усилия чтобы добывать хлеб иногда даже бороться с Библией чтобы существовать два определения слова это духовная защита и духовное питание Иисус это наш хлеб он также меч и Слово Божие для нашей защиты это также те кто смотрит в субботу это также оружие которое мы можем использовать мы говорили о меч духа в греческой истории было три разные меча первая была рамфия это две ручки если враг далеко это 65 5 5 пять следующий меч это зифос он два последний это макаро это только 18 дюйм и макаро это это является меч духа это не самый большой меч посредине макаро это эффективное оружие которое могло даже рассечь бронзовым шлемом греки были грозными воинами и оружие и доспехи были копья однако когда копейка перешла в рукопашную макаро макаро было испортовано и так меч духа это когда мы используем когда мы воюем и когда мы есть духовные и физические нападки мы должны ее достать и в Яна 17 17 мы читаем освятить истинною Твоею слово Твое есть истинно мы священы его словом его слово правда что входит с его уст это меч это вы знаете какое это еврейское слово для истины это эмэн а лэф мэфта начало конец и посредине это слово Божие которое будет наше меч которое входит с наших уст которое мы будем использовать чтобы победить врага в будущем я последний хочу вам показать вот зеволон нажать буквы за н это были великие войны по поводу времен и сезон вы должны понять значение месяц первое царство 11 весной когда цари идут на войну иуда это когда цари были стали корольными и так цари борются первых три месяца россия н ins и писать это из войны и ... видите основание лись им Бога, и потом он принял жертву, и потом сомнил ему, сказал это неправильно, и потом или говорит пророку, или пророк говорит, только начинай воевать, когда слышишь звук этого веяния. Есть люди, которые знают время, те, которые посвящены. И это почему это сезон войны. Ниссан, Ияр, Сиван, Ниссан, какой-то сезон. Это сезон искупления и чудес. Это чудеса от Бога. Ияр, это время, когда испытывать. Бог их испытывает. Испытывает с водой, с едой. Вот, мясо и мана падает с неба. Бог говорит, вот, я даю вам все, что вам надо, чтобы существовать. Саван, это когда они готовы, они получают тору, синая. И это меч, с которым они будут нападать. Так, мы понимаем, когда мы понимаем времена и сезоны, вы знаете, эти три месяца в каждом году, каждый год, как произошел первый, второй год, эти три месяца, это когда ропчут, возмущаются, потому что они понимают, какое время. А если вы знаете, какое время, вы будете готовы физически, духовно для больших битв. И это почему мы сейчас работаем на календаре следующего года, и оно будет основано на библейской календаре, и потом григорийский календарь будет второй. И мы подумаем каждый месяц, какой это сезон, какое время, чтобы вы могли следовать за временами, сезонами. Мы должны были закончить 15 минут раньше, но, сори, что я задержал вас. Давайте встанем. И при этом, для следующего суббота, я буду говорить о южных каленах, и что их имена означают. Давайте помолимся. Пригласите кого-то, у нас очень много интересного. Отец и Царь, мы благодарим, что ты нас учил о временах и созданах, чтобы мы знали, как Иссагар, что мы должны делать. Мы не хотим собирать, когда надо садить, и не хотим садить, когда надо собирать. Мы хотим взять время для войны и мира. Мы знаем, что если мы не следуем за тобой, у нас будет война, и поэтому это сезон войны. Итак, Отец, я прошу, чтобы ты не только благословил, как ты уже сказал, но ты хочешь поставить свое имя на нас. Мы твои дети. И мы хотим просто повиноваться тебе, как ты сказал, Аарон говорит. Да, благослови тебя, Господь, сохраняй тебя. Да, притяйте, Господь, света мне сам своим. И помилуй тебя. Да, притяйте, Господь, листяйте свое, даст тебе мир. Самое прекрасное имя. Эйя, ашер, эйя. Аминь. Хорошего вам недели. Аминь.